Итак, есть же знаки определенные того, что приходит совершенно новая материя. Вот я с вами сейчас поделюсь и тоже хочу узнать ваше мнение по этому поводу. Вот какие странные вещи начинают происходить в начале эры Водолея. Начинают рождаться белые животные в большом количестве. В 1993 году родился белый буйволенок. Насколько я помню, вот в этой статье это не написано, но я следила за этой информацией. Это была самка буйволица. Да, белая буйволица. Назвали ее чудо. Это в Америке и это на территории индейцев. Индейцы Америки относятся по своей культуре к матриархату. Это матриархальная структура. Для них все, что связано с чудесами, с самками и с женщинами, это все знаки того, что приходит новая эра женщины. Поэтому, когда в 1993 году родилась вот эта буйволица, девочка, и дали ей чудо, немедленно распространили информацию по всем племенам матриархальным. О том, что впервые появился знак того, что эра матери наступила, и она начинает разворачиваться и проходить по земле. Эта информация была непонятна и скрыта от западной культуры. Потому что паломничество к этой буйволичке маленькой было со стороны индейцев. Ну и также тихоокеанских племен. То есть тех, которые придерживались матриархата. Они все к ней приходили как к образцу, образу, архетипу той матери мира, которая сейчас придет в белом плаще. А дальше начали рождаться один за одним другие белые буйволята. Вообще буйвол это важное животное для индейцев. Поэтому они, конечно, обратили на это внимание. Сначала родился маленький буйволенок белого цвета, назвали Белый Волчок. Потом родился другой, его назвали Радуга, теленок уже. Но он умер, кстати, мальчик умер. Очень быстро, через 25 часов. Когда западные люди начали пытаться понять, что происходит, почему они так рождаются, они обнаружили, что процентное соотношение, например, 6 к 10 миллионам. Такая статистическая вероятность, что белый теленок может родиться. Представьте себе, 6 к 10 миллионам. Но это почти невозможно. И тем не менее, вот в конце 90-х к 2000-му году количество вот этих белых существ стало очень мощно увеличиваться. Ну вот, в частности, вот этот индейский знахарь. Знахарь неправильно. Это жрец. В любой индейской деревне есть вождь и есть жрец. Жрец – это идеолог. Он владеет древними знаниями. Вот этот Флой Хэнд, он является таким жрецом. Он сказал, что рождение белых существ – это предзнаменование, предзнаменование доброе. А поскольку рождаются они в бедных деревнях, в бедных, среди беднейших людей, это говорит о том, что появится вот что-то новое. Теперь вот эта птичка киви. Вот она родилась, по-моему, в 2003 году у нас в Новой Зеландии. Вообще-то птичка киви серого цвета. А почти черного она потому что ночная, чтобы ее никто не видел. А так представьте себе ночная птичка белого цвета. Это вообще нонсенс. И по заключению специалистов, она не является альбиносом. У нее глаза не красные. И вообще есть признаки, список признаков, по которым считается животное альбиносом или человек. Так вот эта вот птичка не альбинос. Она просто имеет белую шерсть. Что совершенно, абсолютно странно. Поэтому всполошились все племена у нас в Маури. И все назвали ее предвестником богини прихода эры матери. Ну, мне было трудно это понять, потому что у меня все это на глазах происходило. Я никак не могла связать, как же связана белая птичка с матерью. Но они так уверенно, уверенно между собой обсуждали. В прессе у нас много. О том, что вот это считается чудом. Они тоже ее чудом называют. В 2015 году, это уже совсем недавно, да, 5 лет назад, в Вирме, вдруг родился белый слон. Это вообще, люди не помнят такого. Гляньте, у него даже волосики беленькие на лбу. Очень странно. В Таиланде, вот, Бирма, Лаос. И в целом в Азии это невозможно. Обычно, уж если рождается, то розоватого цвета. И что у него ногти белого цвета. Вот они здесь, видите, видно, белые ногти. Сразу же стали люди к нему приходить, потому что он знак счастья для этой страны. И вот люди в стране все решили, что в стране у них будет хорошо. Ну вот мой учитель, Бенджамин Крем, да, у него была телепатическая связь с мастером, с Вознесенным Владыкой. И Вознесенный Владыка, когда ему сообщили, что родился такой слоненок, он сказал, что это как раз знак нового времени. Ну и совсем странно, это в этом году стали рождаться желтые черепахи. Причем такого желтого цвета, который, ну, вообще в природе редко встретишь. Желтее, чем лимон. Это индийская лопастная черепаха. Обычно она зеленого цвета. А эта совершенно желтая. И она родилась уже не одна. Очень странная вещь происходит с цветом. Итак, друзья, да, да, я не дала ответ, дорогие друзья. Я вам дала факты и хотела, чтобы вы выдвинули какие-то гипотезы. Спасибо. Спасибо.